всем здорова недавно у меня в группе вконтакте был пост о том что вы могли задать любой вопрос мне и после чего я дам на него ответ вопросов накопилось целых 108 штук это настолько много что я решил сделать отдельное видео тем более что раньше никогда подобный формат на канале никогда не появлялся были стримы были ответы на вопросы вконтакте были было общение в инстаграме прямые эфиры все такое но почему-то я всегда пропускал именно такой формат как ответы на ваши вопросы давайте сделаем так если это видео наберет хотя бы 10 тысяч просмотров то я буду продолжать и делать подобные видео хотя бы два раза в месяц не соберет просмотров не будем делать сейчас я буду зачитывать вопросы из группы после чего давать на них развернутые ответы если что список вопросов будет под видео если вам не интересно про что-то слушать вы можете по тайм-коду пройти и перейти к интересующему вам вопросу поехали когда обзор на oneplus 5 сегодня мы записали отдельный ролик про oneplus 5 это 6 причин почему oneplus 5 должен стать вашим следующим смартфоном это новый формат для меня я не хотел записывать распаковку сравнение потому что этих распаковок на ютубе хреново туча полный же обзор будет классический со всеми тестами со всеми плюшками как вы любите но уже чуть позже думаю через недельки две после того как я выложу это видео на youtube рум-тур по новой студии в принципе вот это все что вы видите это есть моя новая студия больше ничего нет здесь четыре голых стены как вы можете слышать это по эхо когда я уже сделаю полностью оборудую свою студию именно так как я хочу я сделаю отдельный рум-тур и покажу вам на что мы снимаем что мы делаем покажу новую команду познакомлю со всеми и все вот это дело если вам интересно подпишитесь будут ли новые форматы или рубрики на самом деле с форматами я экспериментирую каждый раз каждое видео это каждый раз новый формат несмотря на то что например обзор называется обзором все равно это всегда что-то новое я пытаюсь туда впихнуть что-то сделать и как вы видите качество контента растет с каждым днем насчет новых рубрик ничего пока сказать не могу да они будут они всегда появляются но чаще всего рубрики рубрики на канале к сожалению умирают как умерла рубрика новости гаджетов это было сперва новости китайских гаджетов никто ее не смотрел потом новости просто из мира айти нихрена никто не смотрел ну там 50 тысяч просмотров если наберет уже хорошо поэтому мы решили рубрику закрыть потому что новостей действительно сейчас стало очень много вы можете их видеть не только на моем канале но и вообще на всех каналах даже любой маломальский канал с там 200 подписчиков он уже делает какие-то новости и просто получается так что мы все повторяем одно и тоже из года в год из день изо дня в день из раза в раз нового формате новостей ничего придумать нельзя поэтому смотрите новости на других каналах я сделаю какие-нибудь другие новые рубрики когда проблемы пользователей перестанут появляться в новостях паблика дело в том что паблик был создан не как новостной скорее паблик это то место где я общаюсь со своими подписчиками плюс там иногда появляются какие-то новости и идет какой-то фидбэк от зрителя в первую очередь паблик не новостной не нужно его считать как номер один там по новостям какой-то вот прям ух это просто мой паблик таким как я его вижу там сейчас сидит админ админ публикует новости какие-то интересные статейки мы сейчас проводим там какие-то розыгрыши это именно то место где вам моим зрителям должно быть интересно когда на канале не выходят какие-то видосы если вам в паблике не нравятся вопросы пожалуйста отписывайтесь вопросы в паблике будут что думаешь о концептах meizu pro 7 вообще о концептах я думаю так не стоит им верить от начала до конца после презентации one plus 5 вы видели сколько было мокапов мокапы это такие наброски дизайна в оффлайне он без внутренности просто такая пустышка их было там порядка 10 или 15 штук я точно не помню и все они были концептами и все эти дизайны действительно разрабатывались и все по сути утечки которые были в сети они все по сути были правдивые поэтому говорить о каких-то концептах meizu pro 7 или какого-либо какого-либо другого смартфона пока рано это просто концепт можно я если нарисую просто квадрат сделаю на нем экран и напишу meizu pro 7 это тоже будет считаться концептом но только моим поэтому говорить о концептах я ничего не могу это полная хрень верить им конечно же не стоит будет ли обзор на робот-пылесос от xiaomi вообще у xiaomi есть робот-пылесос насколько я знаю но обзоров на него к сожалению не будет будет коммерческий обзор на робот-пылесос от какой-то там российской фирмы я не помню точно как она называется они мне заслали деньжат они мне заслали робота-пылесоса обзор будет на робота-пылесоса но я сделаю его в формате знакомства с подобными девайсами вообще стоит или не стоит к такому присматриваться как оно вообще в быту но именно конкретно xiaomi я брать на обзор робота-пылесоса не буду когда Когда планируешь следующую распродажу девайсов? Если вы вдруг не в курсе, то у меня есть отдельная группа ВКонтакте. Называется она «Распродажи с МВ. Гаджеты после обзоров». Зачастую те гаджеты, которые я считаю неинтересны публике, которые я считаю, что уже отжили свое, я могу продать. И для этого есть специальный паблик. В нем не постится ничего, нет никаких новостей, в нем нет рекламы. Просто когда мне в голову придет что-то распродавать, я набираю кучу девайсов и выкидываю туда в группу постами. Продаю значительно дешевле, если вам интересно такое, пожалуйста, вступите. Неинтересно – не вступайте. Ссылку на группу могу оставить в описании. Проходите, подпишитесь, она просто будет у вас в подписках висеть. Когда придет время, вы увидите пост. В остальное время группа вам мешать никак не будет. Когда именно будет распродажа, я пока точно сказать не могу. Скорее всего в середине июля, но возможно позже, возможно к августу. Когда новый розыгрыш? Розыгрышей на канале больше никогда не будет. Объясняю причину. Когда-то на канале было очень много розыгрышей. Прям один за другим. Одна неделя, первый розыгрыш. Вторая неделя, второй розыгрыш. Прям каждую неделю. Мне в принципе оно ничего не стоит. Трехминутное видео записал, получил денег от рекламодателей. Вам отдал приз. Все хорошо, красота. Плюс еще на канал какие-то там подписчики пришли. Поначалу все так и было. Мне все нравилось. Но потом получалось так, что приходит на канал, например, тысяча подписчиков и оставляет тысячу негативных комментариев. Когда комментарии идут в мой адрес, мне абсолютно по барабану. За три года на ютубе я к ним более чем привык. Меня уже редко чем проберешь. Но вот когда начали оскорблять победителей, говорить, что они насосали, что они купили эти призы у меня. Потом писали всякие гадости после того, как победитель отпишется. Например, вау, я победил. И в комменты к нему долбятся совершенно какие-то неадекватные люди. Оскорбляют его, его семью. Называют всякими нехорошими словами. Ну, естественно, это делается из зависти. Поэтому я решил, ну зачем мне этот негатив? Ну, получу я эти деньги, получу я этих подписчиков. Ну, какой толк? Зачем мне такой негативный фидбэк за это? И решил полностью прекратить розыгрыши. Если вдруг найдется такая компания, которая заплатит мне миллион долларов, то я, конечно же, соглашусь на розыгрыш и сделаю его. Но пока миллион долларов никто не предлагает. И я не хочу. В общем, розыгрышей на канале больше не будет. С чего все начиналось? Я уже тоже миллион раз отвечал на этот вопрос на стримах. Но отвечу, наверное, в последний раз. После того, как я закончил западноказахстанский медицинский государственный университет имени Марата Успанова. Медицинский университет. Да, я медик по образованию. Меня по сельской квоте направили работать в свой поселок. Это поселок Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области. Я проработал там ровно три года. За эти три года я понял, что это тупиковая ветвь развития моего. И что я вообще никак не смогу там дальше развиваться. И мне нужно было куда-то рвать когти. У меня была очень маленькая зарплата. И параллельно я занимался тем, что выучил небольшой монтаж, ездил в город и делал маленькие рекламные видео для LED-экранов. Поскольку я немного научился монтажу, я решил снимать ролики для Ютуба. Поскольку я занимался попутно еще и покупкой различной электроники в Китае, это просто мне очень сильно нравилось. Я смотрел канал GadgetLetnik.com Дениса Васильева. Очень нравился мне этот канал. К сожалению, сейчас он почти не существует. И решил брать пример с него. Сделать то же самое, только на свой лад, что мне было бы интересно смотреть. Сделал. Вроде как получилось. Какой был твой первый телефон или смартфон? Почему именно такие? Мой первый телефон это Nokia 1600 с цветным дисплеем. Почему объяснять не нужно? Просто дешевый телефон. Мне его купили, чтобы быть на связи. Первый же мой смартфон это был Nokia C6000. Почему? Потому что у него была раздвижная клавиатура. Это было охренительно. Прикольный аппарат. К сожалению, пришлось от него избавиться, потому что потом вышли андроиды и меня больше перекинуло на андроид. Считаешь ли ты Лери возрождением бренда? Нет. Единственное, что может сейчас возродить бренд LeEco, это не переименование, а полностью переработка всей финансовой политики, маркетинговой и вообще смена всего руководства. Я знаю, почему LeEco настигли такие гигантские проблемы. Из-за того, что у них по финансам встал человек, который был не заинтересован в развитии самой компании как компании. Он был не заинтересован в технологиях, у него был один единственный интерес, это заработать себе как можно больше бабла. Он был взяточником, попросту говоря. И он пилил бюджет. И видимо пилил в таких количествах, что даже такой гигант как LeEco не смог выдержать подобного рода воровства. Сейчас этот человек уволен, он там не работает, но насколько я знаю, уволен он без скандала, просто по-тихому. Но компания LeEco со временем, скорее всего, будет идти тоже в какую-то сторону. Возможно, сделает еще какой-то суббренд, возможно, что-то даже и выстрелит. Сейчас компания должна сесть, хорошенько покурить и обдумать свои планы на будущее. Будет ли обзор на Oppo R11 Plus или Samsung C10? На Oppo R11 Plus, к сожалению, обзора точно не будет, потому что в Oppo я пока не заинтересован, потому что никто не смотрит Oppo. Я смотрю, как идут просмотры у Andro News. Никому не интересен Oppo, к сожалению. Насчет Samsung, возможно, вот именно эту конкретную модель не обещаю. Какая она там, C10. Но вот с Samsung мы начали в последнее время очень активно сотрудничать. Они мне не платят денег, они мне не оставляют после обзора мобил. Они просто мне дают те мобилки, которые повыходили вот-вот недавно. Типа, день релиза состоялся, на следующий день они будут у меня. На таких условиях я вполне согласен с ними сотрудничать. В ближайшее время будет сравнение J3, J5 и J7 с китайцами подобного же ценового сегмента. То есть Xiaomi, Meizu и ZTE. Если вам интересно, опять же, подпишитесь на канал. Так что, да, если вам интересны какие-то Samsung-овские девайсы на обзор, пишите. Без проблем, у меня прям есть хороший доступ к их девайсам. Без проблем могут все дать. Кстати, вот дали недавно часы Gear S3 Frontier. Очень крутые, нравятся. Носить не буду. Себе бы такое не купил, но часы действительно классные. Покажи свою новую команду. Помимо меня есть еще два человека. Это Миша, он снимает и монтирует. И Meyrzhan, он тоже снимает и тоже монтирует. Они очень хорошо дополняют друг друга. Meyrzhan очень хорошо снимает, но не очень силен в монтаже. А Миша, наоборот, очень хорошо монтирует, но не очень силен в съемках. Я думаю, они хорошо дополняют друг друга. И они смогут со временем, один научить другому монтажу, а второй съемкам. И поэтому вот такая вот у меня интересная команда получилась. Я же пишу тексты, я говорящая голова, я договариваюсь со всеми о том, чтобы взять мобилки на обзор, получаю больше всех денег, профита. Иногда сплю на вот этом диване в обед, как поем, спать охота. Поставил на Micromax MIUI 8. Есть проблема, не работает видео в ВК и на Ютубе, что делать? Все просто, не ставить MIUI, поставь обратно сток, поставь что-нибудь другое, не обязательно гнаться за MIUI. Скорее всего, у тебя просто какой-то кривой порт, неофициальный, если даже официальный, то напиши куда-нибудь, возможно, на форуме MIUI. Ну или, опять же, экспериментируй с кастомами, это исключительно программный баг. Какой у тебя автомобиль и почему именно этот? У меня нет никакого автомобиля, передвигаюсь я по городу на самокате от Xiaomi, либо на Uber, либо на такси Яндекса. Не вижу пока смысла покупать себе автомобиль. Во-первых, потому что я хреново вожу, ну как хреново, я еще ни разу не водил, хотя у меня есть права, я отучился в автошколе и там водил даже какой-то жугуль. Но у меня нет совершенно никакого интереса к тачкам, ну честно говоря, у меня есть возможность прямо сейчас пойти и купить ее, но мне неинтересно. Мне интересны мобилки, мне интересны электронные гаджеты, что-то такое. Когда мне будут интересны тачки, я пойду и куплю, это не проблема. Всем привет, я выбираю себе смартфон, наиболее интересующий это Meizu. Из важных критериев камера от 12 Мп, сканер отпечатков пальцев, наличие металла в корпусе, цена от 10 до 15 тысяч рублей, экран 5 дюймов, емкий аккумулятор и около 8 ядер. К сожалению, у Meizu нет таких смартфонов. Есть неплохой MX6, ну не совсем крутая камера у него, но более-менее сносная. Он вписывается почти во все твои параметры, кроме экрана. Если ты хочешь именно Meizu, конечно же. Ну а так, я бы посоветовал тебе присмотреться к ZTE Nubia Z11 Mini S. Отличный смартфон за свои деньги, как раз в твой бюджет помещается. Камера у него неплохая, отличный звук и под все вроде остальные параметры он у тебя подпадает. И, кстати, неплохая аккумуляторная батарея. Будет ли твоя сходка в Алматы? Скорее всего будет, но я пока не знаю когда. Да, переезд занял слишком много времени, сил и главное денег, поэтому я пока не готов. Мне нужно сильно много работать, усердно трудиться для того, чтобы хоть как-то оправдать свой переезд. Хотя бы не умереть здесь с голоду и продлевать аренду. Так что смотрите видосы, лайкайте, а там посмотрим. Но я не против, я только за. Как появилось название канала Stupid Mad World? Это фулл рандом, просто случайный набор чисел. Когда я создавал канал, спросил у жены, как, говорю, канал называть, что делать-то вообще? Она говорит, ну ты ж тупой, назови тупой канал. Ну я ей написал Stupid. И у меня на фоне играла песня Mad World, не помню исполнителя. Mad World, ну я думаю, ну и Mad World еще напишу, Stupid Mad World. Вот так оно и получилось. Нет никакого смысла, нет никакой задумки, просто, просто вот. Что думаешь о Sony? О Sony, думаю, хорошо, отличная компания. Японцы действительно могут в электронику, делают прекрасные вещи. У них довольно спорные выходят смартфоны. На данный момент они хорошие, классные. Блин, ничего против них не имею. Но цена, опять же, у них все дорого. У меня есть их камера, отличная Alpha 72. Я на нее снимаю почти все свои обзоры, кроме этого видео. Я сейчас на Jash 5 снимаю. Потому что у нее поворотный экран. Я разогнал всех своих пацанов. Сижу один записываюсь. У меня телевизор дома от Sony. Sony PlayStation 4, моя любимая приставка. Несмотря на то, что сейчас Xbox One S по телевизору показывает свои какие-то видосы. Xbox, кстати, мне что-то не очень зашел. И все товары, которые я от Sony покупал, мне зашли. Всем я пользовался. Даже когда-то у меня был их MP3-плеер. Будешь делать обзор на PPTV King 7? На PPTV King 7 обзора не будет. Во-первых, потому что данный смартфон снят с производства. Во-вторых, потому что лично мне он не интересен. Это просто огромный хреновый смартфон. Ну, не знаю, в нем нет ничего такого. Кроме цены, конечно же, ради чего стоит на него обращать внимание. На мой личный взгляд. Если ваш взгляд от моего отличается, это нормально. Это называется ваше личное мнение. Я не хочу брать такое. Максим, тебе самому не стыдно в свои 30 лет выглядеть подобным образом? Тебе явно бы не помешало отказаться от говна в питании. И хоть немного физической активности, подумал бы о здоровье. Во-первых, мне не 30, мне 16. Ладно, шучу, мне 27. Во-вторых, нет, мне абсолютно норм. Я недавно достал свои старые фотографии, где я очень худой. Я весил что-то около 70 килограмм. И поверьте мне, вам бы не понравилось то, что я увидел там. Если вы найдете способ, как оставить такое вот лицо, которое более-менее с щеками, и чтобы вот здесь не было живота, то пишите его в комментарии под этим видео. Возможно, я этим займусь. В остальном меня мое тело совершенно устраивает. Я бегаю, прыгаю, занимаюсь своими делами какими-то. Мне совершенно ничего не мешает. Единственное, бывает трудно завязывать шнурки. Но уже опять же я и шнурки даже не завязываю. Я просто подвязал сейчас один шнурок, всунул ноги и пошел. Если нужно разуться, разулся и пошел точно так же. Мне хорошо быть жирным. Мне нравится быть жирным. Я люблю жир. Я не ем говно. Я ем нормальную пищу. Я просто нихрена не двигаюсь. Если я буду двигаться, я не буду успевать делать видео. Соответственно, мой доход просядет. Мне нужно будет где-то искать дополнительный доход. Чтобы у меня был хороший доход с канала, мне нужно полностью все время ему посвящать. Так что, Сергей Мирошниченко, спасибо тебе за совет. Не зря ты обо мне печешься. Видимо, очень тебя задевает моя физическая форма. Но, поверь мне, все хорошо. Жена не против. Жене тоже нравится, когда ее муж жиробасина. Спасибо. Как продать Xiaomi Mi 5 S Plus Black за 20 тысяч? Ну, не знаю. Возможно, стоит умерить свои аппетиты и продать китайфон на вторичном рынке дешевле. Какой для тебя самый лучший смартфон от Xiaomi и популярен ли сейчас Xiaomi Mi 5? Самый лучший смартфон от Xiaomi для меня это Mi 5. Он действительно очень крут. Мне он нравился и сейчас нравится. Я бы сейчас не против им попользоваться. Но, к сожалению, у него расцарапан экран конкретно в моей модели. Я недавно хотел купить себе новый Mi 5, но, к сожалению, в черной версии его сейчас просто не достать. Не знаю, почему его просто перестали производить, а в белый я не хочу брать. Поэтому, да, отличный аппарат. Я любил Xiaomi Mi 5. Я его люблю по сей день. Mi 6 тоже неплох, но пока он мне не заходит. Возможно, мне нужно просто поменять ему заднюю крышку и сменить прошивку. Я этим займусь как-нибудь, как только выйдет хоть какой-нибудь более-менее адекватный кастом и покажу на своем канале. Но я думаю, у смартфона Mi 6 есть свой потенциал и у него очень неплохая камера. Прям очень крутая. И если вы выбираете что-то себе поновее, если у вас есть возможность Mi 6 взять подешевле, берите именно Mi 6. Он сейчас более актуален и круче, чем Mi 5, соответственно. Побольше уделяй внимание флагманам 2013-2015 годов взамен на бюджетники этого года. Побольше интересных смартфонов типа Robina, Yotafone и прочих нишевых. К сожалению, нет. Не буду я обозревать старые смартфоны, во-первых, потому что никто это не будет покупать, никто это не будет смотреть, никому оно нахрен не интересно. Это просто пустая трата денег меня как обзорщика. Если бы я выбирал себе смартфон даже, я бы не взял все равно прошлогодний какой-нибудь флагман, тем более 2013 года. Зачем это надо? Это я не понимаю. Я как-то в прошлом году взял себе Mi 4 Xiaomi, он вроде бы еще бодрячком по железу, но по факту нет. Все равно контент тут с каждым годом усложняется. И повседневные задачи, они все равно становятся сложнее, труднее. Если вы этого не замечаете, потому что вы с каждым новым апдейтом вскачиваете там дополнительные 200, там килобайт, 500 килобайт, но приложение становится все больше, больше, больше. И тот же, например, Chrome, если в 2013 году весил 12 каких-нибудь мегабайт и для 801 Snapdragon это была норма, то сейчас Chrome весит уже, например, 200 мегабайт. И 801 уже его тянет с трудом. Стоит ли оно того? Я считаю, не стоит. Лучше взять какой-нибудь действительно бюджетник этого года за эти же деньги, чем прошлогодние какие-нибудь флагманы. Если только ради камеры их брать, ну опять же, не знаю, очень спорный момент. Мне оно неинтересно, я такое брать не буду. А вот по второму варианту Робина Йотафона, Робина я взял исключительно ради дизайна, все его посмотрели только исключительно ради дизайна. Таких нишевых смартфонов на самом деле очень мало. Вот, например, как Essential Phone недавно вышел, я его тоже хочу взять на обзор, но никак не могу найти, где он продается. Постараюсь на него обзор сделать, но опять же, я не думаю, что подобное выстрелит, что подобное хоть кому-то будет интересно. Я вообще сейчас заметил такую тенденцию, что обзоры именно на смартфоны, на вот эти вот физические гаджеты смотрят гораздо меньше, чем мои какие-то разговорные видео, аналитические, еще что-то подобное. Или плейлист, что внутри вашего гаджета. Если обычное разговорное видео у меня, например, занимает 3 дня написания сценария, 3 дня монтаж и начитка звука, поиск футажа и всего вот этого, всего уходит дней 6, при этом расходов у меня по минимуму, ну, в пределах 100 долларов, например, на зарплаты и аренду, то на обзоры у меня уходит гораздо больше именно финансово, но они очень плохо окупаются, поэтому брать какие-то спорные гаджеты сейчас, мне кажется, мне не стоит, потому что это прям, я могу туда в минус уйти. Этого пока делать не хочется, тем более, что после такого-то переезда в Алматы-то, господи. Как стать известным блогером в Казахстане? Понятия не имею, ни одного известного блогера в Казахстане, я не знаю, который бы работал на Ютубе, я сам не считаю себя известным блогером. Тем более в Казахстане, меня никто не узнает, на улице ко мне не прутся толпы фанатов, не стучат ко мне в дверь, и хорошо. Что лучше купить, Mi 6 или Z17? Я бы взял OnePlus 5. На твоем месте. Но если именно конкретно из этих двух выбирать, то скорее, наверное, Mi 6. Ну, все-таки у него получше камера, чем у Z17. Как ты думаешь, какие сотовые компании закроются в ближайшее время? На самом деле, сотовые компании как открываются каждый день по десятку штук, так и закрываются в день по десятку штук. И то, что ты о них не знаешь, еще не значит, что они никогда не существовали. Это нормально. В Китае полным-полно брендов, однодневок. Создали, выпустили какой-нибудь смартфон, смартфон провалился в продажах, компания закрылась. На самом деле, это законы бизнеса, это нормально, это так. Вокруг много ларьков открывается, каких-нибудь шаурмячных. Точно так же прогорают и закрываются. Просто какие-то шаурмячные были более известны, а какие-то менее известны. Хочется, чтобы ты снял обзор на Lenovo P2. Характеристики у смартфона неплохие. Думаю, он тебя как-то заинтересует. Не будет обзора. Старый телефон. Зачем его трогать? Пусть себе лежит, догнивает на складах. Не берите. Зачем? Есть ли бюджетные смартфоны с USB Type-C за 2017 год? И как ты думаешь, смогут ли они появиться когда-нибудь на рынке? На самом деле, с USB Type-C аппаратов полным-полно. Но если ты хочешь как можно бюджетнее, копни в какие-нибудь Doogee, Umi, Elephone. Там везде USB Type-C. Из достойных Type-C можно назвать, наверное, только Vernee. Вот они неплохие смартфоны делают. Лигу. Но, опять же, до 100 долларов у них еще можно что-то выбрать после 100 долларов. Но уже, наверное, не стоит. Смартфоны есть. Другой вопрос. Нужны ли они тебе? Переодевашечка. Да, я записываю уже второй день ответы на вопросы. Потому что вчера я начал вечером записывать. И мне нужно было идти встречать из сада дочь. Продолжаем ответы на вопросы. Как ты думаешь, Макс, можно ли сейчас брать такие марки, как Meizu Pro 5? Ведь по-любому восстановлены. И брак будет или нет. Или, может быть, Xiaomi Mi 5. Но, опять же, экран побольше охота. А говно брать не охота. На замену моему утонувшему Redmi Note 3 Pro. Я отвечу так. Так, Meizu Pro 5. Отличная модель. Действительно, хороший смартфон. Но, к сожалению, его уже сейчас нельзя найти в новом состоянии. Можно наткнуться на какой-нибудь дикий реферб, который тебе больше принесет геморрой, чем пользы. Поэтому в его сторону даже смотреть сейчас не стоит. Если ты хочешь себе в личное пользование купить именно Meizu, то присмотрись, опять же, к Meizu MX 6. Это отличный аппарат за свои деньги. Относительно новиночка. Если же Mi 5 брать, то Mi 5 тоже все еще бодрячком. Но он хорошо смотрится только в черном исполнении. В черном, опять же, ты его не найдешь. Поэтому, если ты хочешь хороший большой смартфон, то присмотрись, например, к Redmi Note 4X. Стоит ли менять Redmi Note 4 на новый Mi Max 2? Да, стоит. Я поменял. У него будет сильно больше автономность, сильно больше экран. Он будет тоньше и немного легче. В целом, Redmi Note 4 мне не очень нравился, потому что у него стоял Mediatek Helio P20 или P25, не помню точно. Какая-то мобила не от мира сего. Как-то вот, ну, неудачная модель. Не удалась. А вот Mi Max 2 поистине монстр-зверь. И мне понравился. Прям можно взять. Сам пишешь сценарий для роликов? Вообще нет. Не всегда. Все, что выходит по железной тематике, по харду, по обзорам именно мобилок и вообще все, что физическое связано, это делаю я. В 100% случаев. Никто, кроме меня, этого не пишет. Но есть такие видео, типа новости. Раньше выходили, они были полностью не мои. У меня есть копирайтер, его зовут Стас, он живет на Украине. Он ко мне пришел из Android Insider и теперь работает в команде с МВ. Очень крутой мужчина, вообще прям сказка, песня. Он же пишет тексты все для говорящей головы, например, когда что убивает ваш смартфон, что внутри вашего гаджета. Это полностью сейчас лежит на его плечах. Он делает основу. Я, ну, 50% он пишет какой-то набросок, например. И я, если хочу, то дополняю, либо что-то удаляю. Либо где-то, если он ошибается, то я его поправляю. Если где-то я ошибаюсь, то поправляет меня он. Мы с ним совместно, так сказать, работаем. И все вот такие говорильные видео, они выходят из-под пера Стаса и меня совместно. Вот так. Как ты думаешь, почему в Казахстане и странах СНГ не очень популярны модели Oppo и Vivo? Хотя на китайском рынке они довольно популярные аппараты. Они же вроде продаются официально у нас и, соответственно, поддерживают наши сети. Некоторые экземпляры по дизайну просто великолепны. И потом, верни матрас. Матрас не верну. Все, это мы уже ушли от него. Он как рудимент отпал у меня в процессе эволюции. Но Oppo и Vivo у нас не популярны, потому что у них нет рекламы. Опять же, они не покупают обзорщиков. Если бы они меня купили, боже мой, ну купите меня уже кто-нибудь. Нет, на самом деле у них очень мало рекламы. Вот, например, когда я жил в Актюбе, у нас не было рекламы Oppo. Один единственный баннер какой-то висел напротив Меги, зачуханный там с какой-то очень странной моделью и все. Он повисел там буквально 2-3 недели и его потом сняли. Вот и вся реклама. А вот поэтому они не популярны. Не потому что они делают там плохие трубки или мы про них думаем, что вот фу, Китай говно. Просто нет рекламы. Если бы они действительно вложились в рекламу, в какую-нибудь эффективную сделали, там по телевизору бы их крутанули пару раз. Может в каких-нибудь соцсетях, опять же. То, может быть, кто-то и начал бы их узнавать и, возможно, кто-то бы их и покупал. Но, опять же, им, видимо, хватает того дохода, который они гребут в Китае, потому что в Китае это очень популярные марки. И они не видят смысла как-то развиваться, может, в других странах. А может, просто не знают, как это делать. Может, у них просто на локальных рынках стоят совершенно бездарные, безграмотные люди, которые не заинтересованы в том, чтобы развиваться. Много факторов. Но, опять же, все упирается в рекламу. Когда у тебя появится сайт со свежими новостями? Бесит тут читать новости между мусором от подписчиков. Задумка сделать сайт у нас уже давно существует. Порядка уже полутора лет я ее вынашиваю. Но все никак не могу родить. Во-первых, потому что у меня нет времени для того, чтобы всем этим делом плотнее заняться. Во-вторых, потому что у меня на данный момент не очень густо с финансами. И я лучше подожду до конца года, выношу всю эту идею. Но уже первые предпосылки к тому, чтобы сделать свой сайт, есть. Например, мы уже начали продумывать первые элементы дизайна. Сделали кое-какие черновые наброски. И хотя бы я знаю, что я хочу от сайта уже. Я не хочу просто новостной сайт, потому что новостных сайтов сейчас как говна на грядках. Вы можете зайти на тот же 4PD, почитать одни и те же новости. Потом пойти на China Review, почитать там новости. Пойти еще на какой-нибудь там SuperG, почитать те же самые новости. И эти новости они кочуют из сайта в сайт, ничего совершенно не меняясь. Нужно ли оно мне такое? Повторение еще одного? Еще очередной клон? Наверное, нет. Куда ни плюнь, везде одни и те же статьи, одни и те же новости. Я хочу сделать что-нибудь более оригинальное, более функциональное. Но пока что это будет, я не знаю. Но новости, конечно, будут. Но новости не будут основой для сайта. Вообще, про новости я вам сейчас расскажу страшную тайну. Все вот эти утечки, которые вы секретные видите. Еще что-нибудь там, что секретное утекло с заводов. В 90% случаев делается самим производителем смартфонов. Они прекрасно понимают, что мы всем этим интересуемся. Они сами же сливают эти фотографии в сеть. Может быть, даже под видом какой-то секретной утечки. Чтобы просто подогревать интерес. Ну а оставшиеся 10% наверное это действительно те китайские рабочие, которые сфоткали какой-нибудь прототип и выложили в какой-нибудь китайское вейбу. И потом случайно оно все попало в наши сети. Но таких случаев, которые действительно украли, очень мало. Nokia 6 поподробнее. Отличный смартфон, очень понравился, хороший. Но я совершил фатальную ошибку. Я взял его в Китае. Он работает на китайской прошивке. У него наглухо залочен бутлоудер. Его никак невозможно прошить на международную. Вот такую подляну сделали Nokia. Разбили вот на локальные рынки в софтвер на свои продукты. Но в целом аппарат действительно неплохой. Да, стоит дорого. Да, своих денег не стоит. Но это не отменяет того факта, что это очень приятный, хороший, добротный аппарат. Неплохая камера. Идеальная сборка. Мне очень зашел, кстати, дизайн новинки. Хороший экран. И неплохая прошивка. Даже китайская. Тоже прикольно работает. Даже не подлагивает. И это при том, что там 625-й снэп. Вообще хороший смартфон. Не знаю, почему так дорого стоит. С какой регулярностью выходит фотоконкурс? Примерно один раз в неделю, но бывает и реже. Ты, когда набирал новую команду, говорил про официальное трудоустройство и про белую высокую зарплату. Вы заключаете трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ. Ты сейчас как ИП или как другое организационно-правовое лицо. И сколько выходит прибыль с канала, расхватает на зарплату команде и себя любимого? Или канал не единственный источник дохода? Во-первых, да, у нас все официально. Первый месяц, ну как первый месяц, с 12 июня по вот 30 июня мужчины отработали, как это называется, испытательный срок. Я им, конечно же, все оплатил. Официально не трудоустраивались. С 15 июля мы сперва сдадим налоговую отчетность, после чего официально их всех трудоустроим. Чтобы они уже пошли на второе полугодие, потому что, чтобы не было вот этой путаницы с кадрами. У нас ИП, оно оформлено на жену. Мы все официально проводим. Если, например, к нам какой-то рекламодатель приходит, мы все это дело официально проводим. Договора, подписи, печати, все это дело согласовываем. Возможно, даже не один день. И после чего нам либо на расчетный счет, либо на иные реквизиты рекламодатель производит оплату. Мы уже делаем ему ролик. Никто никогда в жизни меня не просил сделать хвалебный ролик. Вот вообще ни разу. А, один раз какой-то очень подвальный производитель мне намекнул. А можно ли сделать хвалебный ролик? А то мы делаем такой дорогой смартфон, аж целых 180 долларов он будет стоить. Можно ли его не ругать? Я говорю, нет, до свидания. И все, мы с этим производителем больше вообще не сотрудничаем. Это, по-моему, Блюбу был. Точно, Блюбу. Уже год Блюбу не выходит на канале. Вообще никакой. Даже новости о нем не говорю после этой херни. Зачем такое делать? Ну и Дуджи один раз прислали флешку. Типа, скажите, пожалуйста, вот эти вот данные. И эти данные, они не сильно соответствовали. Но это тоже полная херня. В обзоре я этого тоже не говорил. С сотрудниками мы будем заключать официальный трудовой договор. Длительностью на один год. Канал приносит немало. Сразу скажу, нормально приносит. Ну, опять же, по казахстанским меркам. Если куда-нибудь ехать, какой-нибудь Дубай, то уже нет. Уже все. Если, опять же, по меркам Европы это какая-нибудь среднестатистическая просто зарплата будет. Ну, а у нас это хорошие деньги. На эти деньги я могу снимать офис, квартиру, содержать команду, семью и себя. Ну, естественно, цифры я озвучивать не буду по понятным причинам. Потому что, ну, на Ютубе не принято говорить о том, кто сколько зарабатывает. Ну, ну, вот так. Канал сейчас единственный мой источник дохода. Я больше ничем не занимаюсь. Столько каналом. Даже на канал у меня бывает времени не хватает. Я в день делаю по три видео. Отдаю мужикам на монтаж. Потом еще что-нибудь делаю. У меня постоянно какие-то идеи. Я хочу все и сразу сделать. Но пока не очень все получается. Работа еще дохренища. Макс, почему обновился дизайн канала? Что за редизайн середины 90-х? Почему стал логотип хуже? Ты сам нарисовал данный стиль. Расскажи об этом. Он не стал хуже. Он стал просто другим. Смиритесь с этим. Он будет таким. Мы его менять не будем. Это теперь официальный дизайн канала. Не нравится? Извините. Нравится? Спасибо за похвалу. Почему редизайн стал? Потому что у всех одинаковая цветовая палитра. Андроньюз, Мобайл Ревью. Еще там какой-то канал был. Я не помню. Я вот. И все вот эти 4-5 каналов. Все по техно-тематике. У всех синий логотип и синий вот этот дизайн. И часто бывало такое, что подписчики путали. Что уж греха таить. Я сам иногда путал. Смотрю в ленте Андроньюзовская какая-нибудь новость. Например, я ее тыкаю. Да что ж такое? Это же не я. Мы даже вот так, когда еще делал новость. И, например, сделали про OnePlus 5. Одновременно ролики. Сперва у него вышел. Через 2-3 часа мой ролик. Я тыкаю и попадаю на его. Ну что ж такое, думаю. И с тех пор я думаю, нет, надо уже что-то менять. Надо сделать редизайн канала. Потому что реально люди путают. Сделали редизайн. Какая оболочка после Apple, под которую все проги с ювелирной точностью оптимизируют? Самое стабильное на уведомления, да и в целом. Oxygen OS. Охренительно. Просто супер. Нравится лучше всех. Ну и, пожалуй, на этом будем заканчивать. Если вам подробный формат понравился, обязательно напишите комментарий какой-нибудь под этим видео. Если вам интересно задать мне вопрос и хотите услышать в подобном формате на него ответ, то вступите в группу ВКонтакте. Там нет никакой рекламы. Там просто идут новости, какие-то обсуждения. И в целом неплохая движуха. Там хорошо и уютно. Просто зайдите хотя бы посмотреть, что там происходит. Вдруг понравится. Подпишитесь. Когда мы сделаем следующий пост «Задай вопрос Максу» в группе ВКонтакте, то вы сможете пройти, посмотреть, написать, задать вопрос. И я на него отвечу в следующем видео. Когда это следующее видео будет, зависит исключительно от просмотров на данном видео. Наберем больше 10 тысяч, как я говорил в самом начале. Будем продолжать. Не наберем. Ну, закрою это видео. Ничего страшного с этим не случится. Всем спасибо за внимание. Всем пока.